Добрый вечер, спасибо, что пришли. Мы рады вас приветствовать на очередном событии из цикла кинопрозы «Еврейская жизнь». Сегодня будем смотреть фильм Сабина, и я представляю вам ведущего этого цикла Бороха Горина. Добрый вечер, мы сегодня будем говорить недолго, хотя ситуация абсолютно уникальная. Я не устаю каждый раз в начале нашей очередной встречи говорить о том, что наш цикл называется «Кинопроза еврейской жизни». Это такое продолжение нашей книжной серии «Проза еврейской жизни», в которой уже вышло больше 160 томов. О, соответственно, жизни евреев в разных странах и так далее. Это только проза, художественная проза. И, соответственно, кинопроза – это экранизации тех или иных произведений, вышедших в этой серии. Или в других сериях нашего издательства «Книжники». Были исключения из правил. Мы говорили иногда о книгах, которые связаны с фильмом, который мы смотрим. То есть фильм не является в прямом смысле слова экранизацией. Но сегодня совершенно уникальная ситуация. Мы будем смотреть фильм и говорим о книге, которая написана после того, как автор посмотрел этот фильм. То есть фильм «Сабина», который был первым большим биопиком, попыткой биографического отображения на экране жизни Сабины Шпилерайн. Он был еще до знаменитого последствия фильма о Сабине Коненберга. Он заставил автора заинтересоваться этой женщиной, этим человеком, этой судьбой. Именно в силу того, что фильм ей показался неправдоподобным. То есть она понимала, что что-то там не так. Надо сказать, что «Опасный метод» следующий фильм о Шпилерайн, который был гораздо более бюджетным, в этом смысле еще хуже, еще менее правдоподобным. Но связано это с целым рядом вещей в любом случае. Мы должны быть благодарны режиссерам этих фильмов, что они более-менее вернули интерес к судьбе Сабины Шпилерайн. Потому что судьба это абсолютно, с одной стороны, уникальная для своего времени, да и не только для своего времени, а с другой стороны, увы, очень типичная для ее сверстниц, ее происхождения. И вот зацепившись за эту канву, за канву фильма, который мы сегодня будем смотреть, замечательная Нина Воронель. Нина Воронель, поговорим несколько минут об авторе. Это очень известная общественная деятельница, переводчица, довольно известная в советском литературном процессе, потом довольно известный диссидент и жена диссидента Александра Воронеля, борцов за право евреев на выезд. Это издатели журнала, сам издатовского еврея в СССР. Видимо, именно ее вспоминает Войнович в своих воспоминаниях о том, как она бросила трубку. После того, как он сказал, что его не интересуют конкретные евреи, его интересуют люди вообще. Впоследствии они уехали в Израиль, стали там издавать замечательный журнал «22», который стал одним из самых ярких журналов эмиграции русскоязычной вообще в мире. В этом журнале печатались далеко не только еврейские авторы, как стоит напомнить, и с разговором с Войновичем. В нем печатался и Солженицын, и так далее, и так далее. Но Воронель вот сохранила свои литературные интересы, а не только общественно-политические, и написала целый ряд замечательных книг. В Израиле же она перевела, если я не ошибаюсь, Соло Беллу, герцога, ну и вообще уже сделала много чего хорошего. Когда она заинтересовалась личностью Шпиллера, она стала копать, и с одной стороны, фактов из жизни Сабины достаточно много, а с другой стороны, лакун еще больше. И поэтому, борясь за историческую правду, как это часто бывает, Нина Воронель воссоздала реальность. То есть она не нашла лакуны, и поэтому придумала художественное произведение. Поэтому это не документальная книга. Это замечательный, по-моему, роман. Хочу напомнить, что после окончания нашего просмотра мы разыграем пять экземпляров этого романа. А тем, кому не повезет, могут его приобрести. И этот роман прекрасен тем, что он собрал все, что мы знаем о Сабине. Как бы все, вот совсем недавно, несколько месяцев назад, в Америке вышла замечательная биография. Шпилл Райан уже, я бы сказал, научная биография. И огромное количество деталей и вещей, которые упоминаются в обоих фильмах, здесь, конечно, в этой новой биографии проливает совершенно другой свет. И мы уже понимаем, что многие важнейшие моменты в жизни Шпилл Райана, в ее отношениях с Юнгом и с Фрейдом, в фильмах указаны неверно. Потому что факты из жизни Шпилл Райана находятся в огромном количестве ее писем, дневников. Она была очень пишущим человеком. Но вкратце, для тех, кто не знает этого имени или знает, но совсем расплывчато, я немножко менее расплывчато расскажу, кто это. Сабина Шпилл Райана – это одна из самых выдающихся психоаналитиков своего времени. До очень поздних времен, буквально, вот как пишет автор этой биографии, до 70-х годов, в общем, единственный психоаналитик женщина такого статуса, такого ранга, которая в соответствии с этой биографией, довольно, как сейчас говорят, фундированной, довольно серьезно подготовленной, страдала от всего, связанного со своей личностью и всего описанного ей в ее трудах. Она, скорее всего, подвергалась, если не сексуальному, то бытовому домашнему насилию еще в детстве. Об этом она, собственно, рассказывает в своих письмах Юнгу, и это крайне важная часть ее биографии. Она подверглась как раз очень популярной сейчас теме незаконной связи со своим врачом, с Юнгом. И эта фигура Юнга для этой истории очень центральная и очень важная, о чем мы скажем еще несколько слов, несколько позже. И она, в конце концов, подвергалась вполне распространенной дискриминации как женщина. Она практически на всех заседаниях в Вене и в Цюрихе, где она была членом психоналитического общества, была единственной женщиной. И, как она об этом пишет, в связанных по ее теме трудах, а ее интересовала и тема детского насилия над детьми, и тема патриархального насилия, то есть, в принципе, роли отца, то, о чем она довольно серьезно занималась. Она пишет и о... В общем, много о том, что сейчас называется гендерным вопросом. И этот гендерный вопрос – это, в общем, довольно радикальная феминистическая риторика, которая стала такой только гораздо позже. И, в конце концов, не найдя себе места ни в Вене, ни в Цюрихе, она вернулась в Россию. Она была уроженкой России. Вернулась она в Советский Союз, где на каком-то этапе советская молодая власть заигрывала с психоанализом, как, в общем, с очень многими другими новомодными теориями. Да, мы помним «Собачье сердце», которые, в общем, как это довольно серьезно доказано исследователями творчества Булгакова, очень хорошо отражают медицинские настроения в столицах. То есть, все самое фантастическое, все самое новое, все самое революционное, все самое современное. И с этим наш просмотр о женщине-психоаналитике важен еще и поэтому. С одной стороны, мы довольно близки к дате 7 ноября Великой Октябрьской Союзной Революции, 100 лет, которая была, конечно, революцией не только уличной, не только революцией захвата власти, почты, телеграфии и так далее, но еще и революцией в общественных процессах, и революцией в искусстве. Это касается авангарда, который, конечно, начался и до революции, но свой рассвет получил время революции. Это касается театра, это касается изобразительных искусств, музыки. В общем, во всех направлениях революционное искусство в Советской России очень быстро стало реальным авангардом, то есть тем, что находится впереди план непринятой всей. И это довольно известная сторона советской жизни благодаря Казимиру Малевичу, благодаря Шагалу с его витебскими плакатами в день празднования 1 мая или 7 ноября. Подзабыл я. И меньше известна вот эта революция в науке. И вот эта научная революция, которая, среди прочего, если говорить ближе к следующей дате, о которой я упомяну, относится к тому, что огромное количество людей вернулось из-за границы. То есть мы помним, что в Царской России существовала, кроме преснопамятной черты оседлости, еще и процентная норма. Процентная норма, которая не допускала евреев к обучению не только в высших учебных заведениях, но и в гимназиях выше определенных норм. Где-то 3%, где-то 5%, где-то 7%. Что послужило толчком к развитию двух направлений еврейской молодежной политики, если можно это назвать так. Первое – это появление коммерческих училищ так называемых в городах с большим еврейским населением в Одессе, в Варшаве, в Вильно. Что такое коммерческое училище? Это то же самое высшее учебное заведение, но без процентной нормы. Поэтому там очень скоро учились одни евреи. Для того, чтобы понимать, насколько процентная норма оказывала влияние на то, чем евреи занимались, еврейские юноши и девушки, достаточно помнить, что в Одессе было открыто художественное училище, которое из-за того, что ему подпатронировал великий князь, позволяло отличникам, закончив это училище, вне процентной нормы учиться в Петербурге. И поэтому на третий год своего существования это училище уже имело 65% учеников евреев, что, скорее всего, послужило причиной такого засилия евреев в искусстве в 20-30-е годы. И большая часть этих имен это выпускники именно этого училища, в которое они, скорее всего, пошли исключительно из тех изображений, что больше идти было некуда. Другая опция, кроме коммерческого училища, была отъезд на Запад и обучение в университетах на Гнилом Западе, у которых не было процентной нормы. И поэтому целый ряд медицинских, например, школ и юридических факультетов в Швейцарии и поближе в Германии во Франции были заполнены российскими евреями, русскими подданными, которые, как правило, оседали в дальнейшем в этих странах. Понятно, что это дело было участью в основном детей из обеспеченных семей, но не Гарвард, не то, как это происходит сейчас. В общем, для низшего, среднего класса это было вполне доступное развлечение. Обучение в лучших университетах Европы за неимением возможности учиться в Петербургском или Московском университете. И большая часть этих учеников, конечно, осела в дальнейшем в этих самых Европах и никогда больше в Россию не вернулись. И тут пришла революция. Сначала февральская революция, отменившая все ограничения для евреев. Но почувствовать и узнать об этом, конечно, европейские евреи успели только после Октябрьской революции, просто из-за того, что время довольно долго шло. И до сих пор люди уверены, что советская власть отменила все ограничения евреям, что является неправдой. Все ограничения евреям отменила февральская революция. Точнее, в марте 1917 года временное правительство отменило больше ста законного уложения антисемитского характера, и евреи стали полноценными гражданами Российской империи. Однако, очень быстро эта самая власть сменилась. Советская власть не только не возвращала никаких ограничений евреев, но, как говорит Владимир Ильич Ленин, евреи спасли советскую власть. Имеется в виду не мифическое. 85% в народном комиссарии, в Совнаркоме, чего не было никогда. Троцкий был единственным евреем в Совнаркоме. А именно то, что элиты, которые саботировали советскую власть, или советская власть, которая не доверяла элитам, будь то академическим, будь то политическим, будь то юридическим, получила достаточное количество образованных людей, лояльных советской власти. Это были евреи, у которых были свои счеты с царским режимом, вполне объяснимые и понятные, и, соответственно, свои симпатии к советской власти. И это касалось абсолютно всех областей жизни, в том числе классических областей жизни. То есть того, что в России так было довольно хорошо развито. Скажем, классическая медицина традиционная, академические учреждения, до 30% в ряде городов университетов советской России студентами были евреи в эти годы. И касается, конечно, новых веяний, тех, которые были принесены этими самыми студентами, бывшими студентами цюрихских, базальских и других учебных заведений. И тогда Сабина Шпилерейн вернулась в Россию. По дороге, как мы знаем и как мы увидим, наверное, что-то в этом фильме, этот фильм я не смотрел, я смотрел только «Опасный метод», поэтому сегодня вместе с вами я посмотрю, насколько действительно рассказываются такие важные части жизни Шпилерейн. Кроме всего прочего, как уже было сказано, у нее был роман с Юнгом. И роман этот был очень странный, потому что Юнг, в общем, и в ее дневниках это классический антисемит, а в дальнейшем, к сожалению, и в своей общественной жизни он сыграл крайне печальную роль, в частности, затрудничаясь с нацистами. И она рассказывает Фрейду о любопытном диалоге с Юнгом. Юнг объясняет ей, она жалуется, что евреев преследуют, что существует какая-то общественная фобия по отношению к евреям. И он, этот выдающийся психоаналитик, говорит замечательную фразу, которую мог бы сказать вполне мясник где-нибудь в Киеве. Что вы хотите, евреи убили собственных пророков и убили собственного мессию? Ну, то есть, вполне себе такая идеологическая европейская юдофобия. Шпиллерин отвечает ему так. Вы обвиняете нас, евреев, вместе с Фрейдом, он Фрейд обвинял в том же самом, в том, что мы видим в нашей духовной жизни главное наполнение. То есть, нам кажется, что наша духовная жизнь важнее нашей физической жизни. Я хочу сказать об этом, я хочу сказать в связи с этим вот что. Я не считаю, что есть хоть какая-то нация в мире, я просто перевожу прямо сейчас ее дневник, который я написал на немецком, а я перевожу с перевода на английский, поэтому, простите, мое некоторое косноязычие. Я на это хочу ответить вот как. Я не знаю никакой другой нации, которая настолько сделала реальностью мистическое и обещание веры частью своей обыденной жизни. Вот такой необычный диалог вполне себе религиозно-философского свойства. На это Фрейд, которому Шпилин рассказывает об этом эпизоде, говорит так, мы были и останемся евреями, другим остается только либо принимать нас такими, либо не принимать. Вот диалог опосреданный двух величайших психоаналитиков своего времени, Юнга и Фрейда, касающийся в общем исключительно еврейства Шпилин. И, видимо, и это еврейство в определенном смысле, но гораздо больше ее пол, как уже было сказано, вынудили ее уехать из Вены, из Цюриха или из Женевы, где она пыталась вписаться в мужское общество психоанализа. И в 23-м году вернуться в Москву, где советская молодая власть организовала первую психоаналитическую клинику. Вот вам собачье сердце. То есть в это же время действительно велись какие-то эксперименты по нечто похожему на то, что делает профессор Преображенский, пересадки всяких там омолаживающих желез и так далее. В общем, абсолютно революционная и не ограниченная законами, поскольку законы все очень быстро поменялись, а новые законы, многие не были созданы, исследования. Поэтому советская Россия действительно стала центром революционного в прямом смысле слова исследовательского процесса. И она в 23-м году возглавляет первую психоаналитическую клинику, которая удивительным образом просуществовала до конца 20-х годов. То есть вся эта красота существовала примерно тогда же, когда НЭП и многое чего другого, когда Шагал мог разрисовывать в Витебск своими летающими коровами и удостоиться вопросу местного партийного начальника, какая связь между Марксом Энгельсом и летающей коровой, в это же время была вот такая вот еще одна страница в этой замечательной разноцветной книге под названием «Психоаналитическая клиника», которую возглавляла Шпильрин. И когда в 29-м году она была закрыта, среди прочего, как утверждает Шпильрин в своем дневнике, ей было сказано, что «Психоанализ» это слишком еврейская наука. То есть она, видимо, вспомнила Юнгам. И вот она вынужденно уезжает из Москвы, она отправляется в Ростов-на-Дону, в Ростов. В Ростове она занимается какими-то своими научными исследованиями разного свойства, тоже открывает отделение в детском институте, институте детства по детской психике. Она уже не называется, конечно, никаким психоаналитиком, называется психологом и даже клиническим психиатром в разных документах. И, собственно, дальше все, как обычно, в Ростов немцы вошли, как мы знаем, два раза. То есть один раз их выбили, они вернулись. И сразу, чем они, как во всех остальных городах, были озабочены, это уничтожением евреев. Около 20 тысяч, 27 тысяч евреев было расстреляно в Змеевской балке. И в 42-м году она со своими двумя дочерями была расстреляна вместе со всеми остальными евреями. На этом закончилась физическая жизнь одной из самых ярких женщин первой половины 20-го века, на которой отразились все родимые пятна этого века и этих политических систем. я предлагаю вам смотреть этот фильм и подумать об этой судьбе. Большое спасибо. Ну что, на Ростов денег, конечно, не хватило, так что ростовским вокзалом был белорусский, а ростовской синагогой была московская хральная синагога. И вообще, если не обращать внимания на детали, то, в общем, все правда. я уже говорил, посмотрел этот фильм вместе с вами и с самого начала, впервые, и с самого начала я сказал, что этот фильм умещается между двумя важными датами, не только в истории Сабины, но и в истории нашей страны, в истории евреев. это 7 ноября, как было сказано, события, которые привело Сабину в Москву, вернуло в Москву, и 9 ноября, это сегодня день, когда мы отмечаем, вспоминаем очередную годовщину Хрустальной ночи, с которой, собственно, началась самая безумная трагедия 20 века, которая привела в конце концов в 42 году Сабину и ее дочерей не в синагогу вовсе, а в Змеевскую балку, где они были расстреляны вместе с тысячами других евреев. И если никто не хочет по этому поводу высказаться, если хотите, то, конечно, мы с удовольствием послушаем, то мы непосредственно перейдем к разыгрыванию наших пяти книг. Это не потому, что это пяти книжек, а потому, что пять экземпляров одной книги, я даже шапку сегодня принес, мне надоело все время на столе это делать, поэтому все будет по-честному. Никто не хочет ничего сказать. Никто не хочет. Хорошо, тогда я все честно перемешиваю. Да-да, надо сдать, давайте, пока я все не перемешал. Кто не сдал, могут, я могу пойти с шапкой по кругу. вот оно как. Подождите, вы не должны сдавать свои, это же вторые экземпляры. У меня есть, ваши экземпляры как раз будут разыгрываться. Те, кто, давайте так, те, кто взяли, те, кто сдали. Это какая-то совершенно шпилерейновская история. но все спровоцировались. Это массовый психоз. А давайте берите, какой есть, потому что второй, там внутри наверняка остались только те, которые наверху. Да, берите свой девятый, вот. Вы не помните, какой был? Я помню, какие у меня были. А какой у вас номер? Второй и третий. А давайте тогда вот мы как сделаем. У вас будет больше шансов. Мы вам будем верить. Сейчас 20. Так, 20. Ну, это замечательная история. Впервые у нас такое. Такому количеству людей, нет, такому количеству людей я был удивлен, но некоторое время меня, конечно, взяло задуматься, почему это происходит. А очень интересно, те, кто сдавали, они чем рассчитывали потом в лотерее участвовать? Вот. Очень доверчивый народ у нас. А вы помните, какой у вас был номер? Все, давайте, оставьте, скажите мне. А нашли? Все. А, так, хорошо. Вы тогда, мы будем все на честном слове. Если я произношу и нет владельца, а тот, кто помнит, что у него было, 12, пусть это расскажет. Слушайте, но, чтобы не было ни там, ни там, это уже лишнее. Хорошо. Смотрим еще. 24. 24. Есть победитель. Люди, которые не понесли, сразу сдавать свои номера. Пожалуйста, читайте. Еще раз хочу сказать, что эта книга восполняет исторические лакуны с гораздо большей достоверностью, чем этот фильм. Спасибо вам. И опять-таки замечательная писательница. Пять. Видите, пока мы находим. Пожалуйста. Спасибо. Встряхнем как следует. Вот что выпало, то выпало. Семь. Есть семь. Пожалуйста. Спасибо вам. 38. 38. И осталась одна книга. Пожалуйста, я помню. Итак. Отворачиваясь, перемешивая особенно тщательно. Ой, номер один. Так. Последний будет самый интересный, я так понимаю. Да. Вот видите. Дорогие друзья, огромное вам спасибо за внимание к нашим программам. Мы вас приглашаем на следующие фильмы нашего семинара. Я хочу напомнить, что это происходит раз в месяц. Как правило, по четвергам. Следите за объявлениями. Большое спасибо. Спасибо.